Пророк, мир ему и благословение, сказал в хадифе, который приводится у Аль-Бухари и Муслима. Поистине или на самом деле все дела оцениваются по вашим намерениям. Те, которые намеревались переселиться, например, ради Аллаха и его посланника, то его переселение будет ради Аллаха и его посланника. Ну, а тот, кто, к примеру, захотел переселиться ради чего-нибудь мирского, которого он или она хочет достичь, или ради женитьбы на женщине, к примеру, то переселение будет лишь к тому, к чему он переселялся. Иными словами, Пророк, мир ему и благословение, разъясняет нам, что любой поступок, любой мыслимый поступок, о котором ты подумал, наградой за него в конце будет служить то, что ты намеревался сделать. Пророк, мир ему и благословение, сказал, Поистине есть в теле человека кусочек плоти, который, если будет хорошим и благим, делает хорошим и благим все тело, а будучи негодным, приводит в негодность и все тело. И поистине, поистине кусочком этим является сердце, что внутри этого тела. И я не имею в виду сердце, которое лишь качает кровь, но я говорю о чувствах, которые в нем, внутри вашей груди. Когда человек делает что-то плохое, и вы чувствуете внутри себя, что совершаете что-то плохое, но окружающие люди этого не понимают, но сами вы это понимаете, и вы знаете, что что-то не так в этом. Эти чувства, что внутри вас это сердце, то, чем вы чувствуете, это и есть то сердце, о котором Пророк, мир ему и благословение, говорит. И когда человек делает что-то благое, он чувствует внутри себя, что он делает что-то благое. То, иншааллах, сердце такого имеет благой нрав. Есть множество людей, которые на публике показывают, что они делают что-то благое. Они говорят красиво, одеваются красиво. Таким образом, каким любит это Аллах, Свят Он и Велик, и так, как обучал Пророк. Они будут совершать поступки, которые все будут хвалить. И такие поступки, если вы встретите Аллаха, Свят Он и Велик с ними, то вы заслужите за них лишь рай. Но есть проблема, которая происходит в наше время. В это время лжи, время обмана, время даджаля, в эпоху даджаля. У нас столько испытаний, столько путаниц через СМИ, в соцсетях, в том, как мы получаем наши знания сегодня, в поведении и взаимодействии, которые мы имеем по отношению друг к другу. Шайтан взял свое шествие над многими молодыми людьми и молодыми девушками, приукрасив их плохие поступки, чтобы они выглядели как благие. А их благие поступки выглядели как плохие. Но зашло еще дальше. Он пошел к тем, кто практикует свою религию, сказав им, «Посмотрите, люди смотрят на вас. Посмотрите, что там среди людей имеет наибольшую популярность. Вы станете популярными, изображая религию. Вы станете популярными, одеваясь по-религиозному. Вы станете популярными, когда будете хорошо поклоняться, когда будете говорить о религии. И люди будут смотреть на вас и говорить, «Вау! Это знающий человек!» Так Шайтан начинает ковырять сердце. До тех пор, пока все поступки, совершенные человеком, не сведутся на нет. Аллах, Свят Он и Велик, говорит в Коране, «Знайте, Аллах, Свят Он и Велик, всегда находится между человеком и его сердцем. Если поступки согласованы с сердцем благим образом, то есть намерение благое и поступки благие, то вы преуспеете. Но если поступки противоречат намерениям, то поступки будут тщетными». И это именно то, что Шайтан, Иблис, пообещал своему Господу. Когда Аллах, Свят Он и Велик, сказал ему, «Ты изгнан за отказ поклониться Адаму и подчиниться приказу Аллаха, Свят Он и Велик», Иблис сказал ему со всей силы. Он сказал, «Я засяду и буду поджидать твоих рабов». Где? Я буду поджидать их на твоем прямом пути. Братья и сестры, вы знаете, что это за прямой путь? Это путь, который Аллах, Свят Он и Велик, облагодетельствовал и наставил нас. Коран и Сунна. Я буду поджидать их прямо на нем. Именно там я буду ждать их. И я уверен, что я их обману. Я уверен, что в то время, как они будут думать, что делают благие вещи, я приведу их в адский огонь. Я сделаю их из числа людей ада. Я сделаю их из числа тех, кто будет сожжен в адском огне. Спасибо. Существует... Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...